джордан микки и мэйерс да вы мяч достался химком вячеслав зайцев начинает атаку химок thompson тоже нет пока обострение под кольцо но разбирается мир моня играет на шведа алексей двойной заслон проходит под кольцо и вот наконец-то химком удается забить и ки уже не так уверенно себя чувствую до пасует хотя в ситуации мог бы атаковать и вельцев не смог мяч спасти для своей команды и быстрый переход и силенж набирает еще два очка для астаны алексей швед проходит под кольцо никто не встретил страховки не было сохраняет таки владение ведь не дошла передача марчу матеря у нас зайцев быстром отрыве точно 85 впереди химки так сергей карасев появился на площадке вот до него доходит мяч этот играет пост на виски ну что ж теперь и микки завершают уверенно против мартин шиммерса активальном составе эта команда не очень глубокая джерма и сила кстати а почему у нас нету джерима и сила но он да он нерегулярно он далеко не в каждом матче выходит в старте поэтому это не не критично а вот микки подчищает за шведом и 2 на исполнении джордана микки какая передача алексей шведа здесь том что в проходе промахивается было похоже на фону судим видение не было свистка вот карасев остался один против сергея мони и нет тоже будет сложно сложно избавиться даже от мяча вот лучший способ избавиться от мяча свой момент в чем швед 17 11 химки тяжелый бросок шведа что отметиться из-за дуги на подборе зайцев я вещь конец центра вот это хайлайт вот это завершение четверти и не точен валиф подборе очень хорошо отработал очень уверенно сегодня себя чувствует плотно защищается thompson шведа на заслоне как хорошо проходят и снова эта связка его с микки джерма и хилл выбегает из-под заслонов не дают ему бросать так просто трех очков для этого броска химкам нужно его опасаться йович а вот и первые очки с игры антона панкрашова очень хорошее взаимодействие и благодарит йович а ну сам здорово увидел ворвался торопится забивает забирает мяч и еще полетела джеремая хилл хнулась так совсем чуть-чуть сеточка джордан микки забивает с фолом сверху могу сказать что у астаны есть кому активно его останавливать да то есть им действительно высокорезультативным баскетболе уху ху ху какой блокшот плетает от микки вот интересно химки всего один трехочковый пока реализовали они в принципе бросает немного но кого-то добавляют 2 и прилетает все шведа основной может быть даже единственный шанс сегодня вот это дело то что делать жиры мои сил но теме тоже к этому уже готовы тяжело здесь было ему забить через жердана микки и швед проходе этот вот состав на самом деле на многое способен сегодня он покрашен хорошо в игру вошел и пара лидеров вот это вот на площадке я думаю что у них очень высокий у нас вот это все таки ошибся сам но химки себе моментально мяч вернули и спалом еще раз алексей швед разрывает сегодня астану остался против большого атакует из-за дуги промахивается валиф выгрызает подбор и алексей швед на вырывании очередные два очка набирает вот уже плюс 21 у химок то там нарисовали в таймауте изоляция изоляции разбирается как раз вали вы мы заканчивается на этом четверть 20 очков и линж томпсон мэйрс и карасёв вот совсем необязательная потеря прям в руки томпсон удал мяч но 20 очков было преимущество конечно наверное немного расслабились химчане и что у нас вторая подряд потеря срывка 40 астана начинает эту четверть с мячом у нас алексей швед игра и астана до прибавила в защите в третьей четверти а вот открытый бросок залетает трехочковый 35 47 обвел это сделать в проходе тоже не забивает как астана хорошо бежит и у за дуги забивает и андрей мальцев берет таймаут половине астана так не бегала так не двигалась сейчас практически не стоят на месте еще один трехочковый залетает это уже адонис томас мальцев недоволен тяжело быть довольным когда пропускаешь такой рывок а вот и джеремая хил снова мяч у хила там же валиев вода зажал между двумя линиями но мяч каким-то образом все-таки доходит до мэйрса тот бьет сверху 46 47 микки играет на шведа алексей наёвич аёвич ну вот наконец-то химкам удается поразить кольцо 7 секунд до конца атаки что придумает томпсон еще одна трехочковая бомба залетает алексей швед тяжелый бросок в пользу астаны да прошу прощения томпсон играет на но томпсон еще трехочковый мальцев разводит руками просто никто не понимает что происходит как астана может за четверть за 6 минут сыгранных в третьей четверти 7 забить 7 трехочковых вот эти четверти с мячом алексей швед высокий заслон с валиевым какая передача под кольцо ворона вот тут наёвича стефан йович второй трехочковый в этой четверти отправляет точно в цель у химок моня воронов швед микки и зайцев вот алексея шведа нашли передачи под кольцом и андван забивает швед и снова химки включает свой прессинг ой как все таки просто разыграли его астана джерма и хилл показывает что он не только умеет трехочковые забивать а вколачивает сверху в отрыве марбл хотел бросать открытую трехочковый промахнулся но джерма и хилл в проходе все-таки затыкает сирена у нас йович заказывает комбинацию играет пикин ролл с валиевым и женю воронова хорошо нашел воронов из-за дуги точен 65 58 воронов потеря такая ой евгений воронов как отработал в защите после своей потери какой блокшот швед с моней играет пикин ролл бросок через руку от алексея точно ушку хилл находит передачей партнера и томпсон такой тяжелый бросок но у него времени на атаку там не оставалось но все-таки заковыривает астана пикин ролл с мэрсом находит сильнейший тот под кольцо на мэрс мэрс четвертое очко подряд забивает антон покрошов возвращает шведу швед опять с микки взаимодействие которое мы видим на протяжении всего матча и швед эти попадания нет 5 уже пятое попадание у химок из-за дуги вот томпсон находит возможность такой довольно тяжелый бросок был через микки ну твердой четверти это первое попадание трехочковые для них но если они будут забивать как это было в третьей четверти это будет варианты подобраться в счете но йович и вот томпсон сейчас находит на тоненького передачи почти 5 секунд уже отчитал арбитр hills убирает панкрашова идет проход находит воронова женя вот на какой паузе как он убрал защитника сейчас тоже не получается отметиться в протоколе результативными очками мэрс тут поднялся отошел от валива возвращается к вам к евгению алексей через руки не точен на подборе мэрс мяч у хила астана устремляется в отрыв адонис томас до конца атаки остается 10 секунд швед допускает потерю тот на хила вы как потеряли джерма и хилла но он не точен однако на подборе томас 30 секунд хилл на мэрс а тот на томаса из-за дуги на переднюю тушку на на четырех мэрс и все остальные 12 хилл получает залетает трехочковый это силен что уже не столь важно если он будет забивать эти штрафные в концовке 1 точен а вот второй то он не забивает но сергей моня на подборе 5 швед ну ну да тут и не сильно пытаются фалить игроки химок находят игроки астаны находят под кольцом воронова 82 77 7